Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. И я хочу поделиться одним вопросом, который узнал только сегодня и удивился, почему же этот вопрос мне не приходил в голову раньше. Ведь он лежит на поверхности. Смотрите, мы все знаем, что есть красные звезды и голубые звезды и есть желтые звезды. А почему нет зеленых звезд? Ведь зеленый цвет находится посредине видимого спектра. Каждый охотник желает знать зеленый, где сидит фазан между красным и голубым и синим. И этот вопрос столь прекрасен, что я думаю будет хорошо, если вы тоже сначала над ним поразмышляйте. Остановите видео и напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. А уже потом посмотрите на мои рассуждения. И чтобы понять, почему на небе не бывает зеленых звезд, нам надо сказать себе, что цвет это то, что мы воспринимаем глазом. А базовой физической характеристикой звезды является в данном вопросе температура ее поверхности. И, между прочим, все звезды излучают как абсолютно черные тела, в том смысле, как этот термин употребляют физики. А температура поверхности звезды и длина волны, на которой излучение максимально, связаны с законом Вина. Если температура выросла во столько-то раз, то во столько же раз уменьшилась длина волны. Произведение температуры длины волны есть величина постоянная. Ну и соответственно, холодные звезды, у которых температура маленькая, у них длина волны большая. Они излучают в красной области спектра и даже дальше в инфракрасной. Ну и соответственно, вот какая-нибудь звезда с температурой поверхности, например, 3000 кельвинов, она излучает где-то тут в районе 1000 у нее максимум. Ну и соответственно, ее спектр излучения я вот так условно изображу здесь. Ну и хвост его приходится на красную и желтую часть, а дальше ничего и не забирается практически. Поэтому мы видим эту звезду красной. А точно так же, если звезда горячая и ее температура, например, 10000 кельвинов, то где-то здесь у нее максимум. Ну соответственно, она очень яркая уже, конечно, потому что у нее с красной. Но этот хвост, он сюда падает и опять-таки максимум сидит вот здесь, того, что мы видим, в синей области. А в среднюю, тем более в красную, уже ничего не затягивается. Ну, теперь, казалось бы, звезда, у которой максимум сидит напротив зеленого, ну, должна быть зеленой. Но дело в том, что сам пик излучения, он достаточно широкий. Ведь вообще говоря, вот эти цвета, которые мы видим, они подстроены под солнечное излучение. Температура Солнца в районе чуть меньше 6000 кельвинов. Ну и нарисуем спектр Солнца здесь зеленым светом. Он где-то вот здесь находится, максимум излучения. Но это излучение, оно и на синюю область приходится, и на красную. И в нашем глазу все колбочки, и воспринимающие синий цвет, и зеленый, и красный. Они все одинаково засвечены достаточно сильно. Наверное, слово одинаковое неправильно сказал. Ну, засвечены достаточно сильно. И мы воспринимаем смешение всех спектральных цветов как белый цвет. Поэтому звезды, которые, ну, как бы хотелось бы назвать зелеными, они для нас на самом деле белые. И если мы посмотрим на диаграмму Гетч-Прунга-Рассела, связывающей температуру звезды, или что то же самое ее цвет, здесь они отложены по горизонтали, и светимость, отложенную по вертикали, то сами звезды здесь показаны. Холодные, красными с переходом в желтый, горячие, синими с переходом в голубой, а между ними находятся белые звезды, а вовсе даже не зеленые. Ну и таким образом со звездами мы разобрались, а теперь наш заключительный вопрос. Представьте себе, что поверхность Международной космической станции была бы выкрашена вся в изумрудно-зеленый цвет. И вот скажите, когда бы станция пролетала над нами ночью, какого бы цвета была эта звездочка в небе? Ваши ответы на этот вопрос пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.